Девочки, всем привет! Меня зовут Екатерина Вахрушева, студия КТХМ, опыт работы более 15 лет. Это видео посвящено тому, можно ли плавать в бассейне и ходить в баню с наращенными волосами. Это очень часто задаваемый вопрос. Я уже устала на него отвечать, но клиенты, которые ходят ко мне уже лет по 5, естественно, они не задают его. И отвечаю. Ходят они в баню? Да. Ходят они в бассейн? Да. И давайте я просто вкратце расскажу, почему и кое-какие рекомендации дам. Потому что все-таки бассейн это хлорка. Это то же самое, как покупаться с наращенными волосами в море, в соленой воде, либо в хлорке. Такая вода очень сушит волосы, поэтому я разрешаю всем купаться в бассейне. Но очень важно, чтобы вы собирали не просто хвостик, а чтобы вы делали желательно тугую косичку. Тугую косичку, прям тугую. Тугую, тугую, тугую. Завязывали хвостик. Можно еще вот такой рогалик собрать. Кому нужна шапочка, можете еще и в шапочку их убрать. Значит, почему должна быть плотная косичка? Потому что, ну, я вам давайте на своем опыте скажу. Я заплела кое-как косичку вот такую, да, еле-еле. Она распустилась, расплелась. Эти волосы вот так по всей воде. Вода их сушит, понимаете? То есть они будут путаться, пока они будут болтыхаться. Ну и во-вторых, вообще в бассейнах наверняка они разрешат вот так себя вести. Во-вторых, почему хвостик нельзя тоже, чтобы ваши волосы именно в распущенном вот таком виде как можно меньше находились в флорке. То есть вы покупались плотной косичкой, обязательно помыли голову. После хлорированной воды и соленой воды надо мыть голову. Помыли голову, естественно, бальзамчик или масочку, расчесали, высушили, да. Вот. По поводу бани, если даже у вас капсулы, если у вас ленты, любое наращивание, можно ходить в сауну. Но один маленький момент. Там температура нагрева не выше, чем температура, при которой расплавляется капсула, да. Это было раньше, раньше, когда использовали смолу. Она выдерживала всего там градусов 110 и уже плавилась. Поэтому вот с ней ходили в баню и потом вот так вот доставали свои прядочки, после бани выходили. Вот. В данном случае самое главное просто не допускать более трех часов, чтобы корешки ваши и капсулки были мокрые, да. То есть сходили в баню или в бассейн, хотя бы корешочки подсушите. Это очень важно. Не надо спать с мокрой головой. Я надеюсь, не надо записывать видео на тему, можно ли спать с мокрой головой. Ну вот. Говорю, что хотя бы корни надо подсушивать. А если вы легли с мокрой головой, корни подсушили, имейте в виду, на башке будет взрыв с утра. Не такой, а чуть-чуть похуже. Вот. Ну, в общем, надеюсь, это было полезно для вас. Вроде я ничего не упустила. И если у вас начали сползать капсулы после бассейна или после бани, это значит, у вас некачественное наращивание или какой-то старинный кератин. Сейчас уже давно кератин выдерживает градусы там в бане, в саунах обычно 100 до 100 градусов. Вот. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, буду рада ответить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...